Всем привет! Сегодня у нас онлайн-вебинар по оборудованию Витрум. И мы сегодня возьмем интервью у Алексея Левшина, коммерческого директора Витрум в России. И хотел узнать, как меня слышно, видно. Поставьте плюс в чат. Сейчас мы еще пару минут подождем и начнем вебинар. Сегодня будет запись вебинара. Мы ее, как обычно, разошлем всем на почту. После трансляции. Вот, значит, о чем сегодня поговорим. Для... Так, ну, в принципе, большая часть народа уже собралась. Можно потихоньку начинать. Так, для кого вообще сегодняшний вебинар? Витрум — это, по сути, выключатели дизайнерские. То есть линейка очень подходит для дизайнеров интерьера, которые осваивают новые технологии для того, кто присматривается к выбору системы премиум-класса для своих клиентов. И, ну, по сути, не знает, на чем остановиться. Вот, сегодня расскажем, возьмем интервью у Алексея. Он нам расскажет о том, какие выключатели есть, какие у них линейки выключателей, какой функционал, какой дизайн можно применить к ним. Вот, сейчас мы еще рассылаем приглашение, так как это, по сути, новая комната. Вот, может быть, кому-то не пришло приглашение. Так что еще пару минут нужно подождать. Кстати, Алексей сам тут. Алексей, поставь плюс в чат. Отлично, что есть дизайнеры. Вот, ну, также это вебинар для сотрудников и компаний-интеграторов, для, конкретно для инсталляторов. Поговорим о настройках выключателей Витрум, о различных комплиграционных параметрах. Вот, ну и, собственно, для сотрудников отделов продаж подходит, конкретно для компаний, которые открывают направление умных домов. Вот, также могу пару слов о нашей компании рассказать, и можете написать в чат, чем вообще вы занимаетесь, какой у вас интерес к дизайнерским выключателям. Вот, может быть, у вас есть какие проекты. Вот, и если есть уже какие-то вопросы у вас, можете тоже написать в чат, мы на них сегодня ответим. Вообще, компания «За твои зми», мы на рынке с 2009 года. Более мы известны как немецкий бренд, так как более 60% продаж в Европе. А в России мы, можно сказать, один из... Ну, мы как поставщики Ростелекома, вот это как наш основной партнер. Вот, и, по сути, управляем сетью инсталляторов во всех часовых поясах России. Вот, ну, большинство, конечно, Москва, Питер, такие города-миллионники, вот, но развиваем партнерскую сеть. Так что, если кому интересно, и вы находитесь в регионе, можете нам оставить заявку на сотрудничество, попозже скинем ссылку в чат. Вот, и будем рады с вами пообщаться. Так, ну, и, собственно, основная наша деятельность – это дистрибьюция, вот. И, в частности, мы занимаемся дистрибьюцией оборудования «Витром» в России. Вот. Так, ну, в принципе, вкратце о нашей компании рассказал. Сейчас поговорим о выключателях «Витром». Так, и вначале я предлагаю, чтобы Алексей немножко рассказал о линейке устройств, а дальше мы... Добрый день, друзья! Меня слышно, видно? Отлично! Меня зовут Левшин Алексей, как мне представил мой коллега из «Витвой КМИ». Вот. Я являюсь коммерческим директором представительства «Витром» в России. Мы занимаемся «Витромом» с 2011 года, достаточно уже давно. Сам бренд существует с 2008 года. Вот. Ну, в нескольких словах сначала скажу, если, может быть, кто-то не слышал до этого о нашем бренде. Что такое «Витром»? «Витром» — это торговая марка, которая принадлежит итальянскому производителю устройств для домашней автоматизации. Компания называется «Витром Дизайн». «Витром» — это торговая марка. Что такое «Витром»? «Витром». Ну, изначально «Витром» — это семейство различных устройств, которые предназначены для управления светом, шторами, климатом. То есть, в принципе, для полной автоматизации. Производитель, как я уже сказал, итальянский. Продукт на 100% сделан в Италии. И его эстетическая часть, то есть панели, которую мы видим, и его электрика, которая является функциональной частью, все производится в Италии. Продукт изначально премиального сегмента. И отсюда следует его качество, его возможности по персонализации, о которых я потом еще скажу отдельно. Ну, это как бы в двух словах есть, что такое «Витром». Теперь, соответственно, перейдем к презентации, я думаю. Продукт из «Витром» — это «Витром» — это «Витром» — это «Витром»? Так, вот, пошли слайды. Ну, прежде всего, «Витром» — это выключатели. Точнее сказать, это сенсорные панели кнопочные для управления различным устройством домашним с освещением, шторами, климатом и так далее. Из чего состоит, собственно говоря, любое устройство E-Troom? Как видите на картинке, это эстетическая часть, то есть декоративная панель, которую мы видим, которую видит конечный пользователь, с которой он контактирует, на которую он нажимает, отдавая команды на включение, выключение, открытие, закрытие, штор, запуск сцен и тому подобное. E-Troom изначально ориентирован на конечного пользователя, на конечного потребителя. Исходя из этого, огромное внимание уделяется дизайну, то есть E-Troom это дизайнерский продукт изначально. Первую концепцию дизайна E-Troom была разработана итальянским архитектором Маркой Пиво, то есть это авторский дизайнерский продукт. Эстетическая часть или панель декоративная может быть сделана у E-Troom из разных материалов. Дальше я более подробно расскажу, какие есть коллекции, какие есть материалы, из чего он делается, да, и как это все выглядит. Собственно, эта панель определяет внешний вид изделия, да, то есть она дает тактильные ощущения, при сопротивлении с ней, она может быть разного цвета, разной фактуры. Это то, что мы видим, то, что внешняя часть. Дальше за ней спрятан электронный модуль, или электроника мы ее называем, который, в общем-то, определяет сам функционал этого устройства. То есть что это по своей сути? То есть выключатель, или там диммер, или там кнопки для управления шторами, или там блок вызова сцен и так далее. Соответственно, именно благодаря этой части, да, E-Troom имеет те возможности, тот функционал по автоматизации, по интеграции с другими системами. То есть все инновации, все последние достижения, скажем так, да, в области домашней автоматизации, все сконцентрированы там, внутри. Опять же, более подробно в дальнейшем расскажу. Ну и, собственно, все это вместе устанавливается в монтажную коробку, как, в принципе, обычный выключатель, к которому мы привыкли. Но, в отличие от обычных клавиш, у E-Troom изначально сенсорная основа. То есть все кнопки V-Troom – это сенсор. То есть мы касаемся пальчиком, соответственно, и как бы активируем ту или иную функцию. А поскольку изначально V-Troom – это итальянский продукт, то монтажная коробка, основная монтажная коробка – это итальянский стандарт, трехмодульный. Но есть еще отдельная серия под британскую коробку, она квадратная, тоже в дальнейшем покажу, расскажу, как это все выглядит. Итак, пару слов о технологии. То есть технология – это как раз то, что сконцентрировано в электронном модуле, который спрятан за декоративной панелью. На сегодняшний день V-Troom поддерживает два наиболее распространенных, наиболее известных во всем мире стандарта автоматизации. Это традиционная проводная система KNX. Я о ней подробно рассказывать не буду, просто для того, чтобы вы знали, что есть V-Troom с поддержкой KNX. Соответственно, в линейке те же кнопки, те же термостаты, те же устройства, плюс щитовое оборудование, в общем, все для того, чтобы сделать полностью проект на KNX. KNX – это шинная технология, подключение осуществляется без дополнительных устройств, то есть блок V-Troom непосредственно подключается к KNX-шине. Дальше свободное программирование через среду EPS с помощью специальных файлов. Если объект сложный, большой, где нужна действительно серьезная автоматизация, KNX абсолютно оправдан, и, в общем-то, наверное, аналогов тут мало. И вторая технология – это прогрессивная, современная, которая набирает сейчас очень большие обороты. Это беспроводная технология на базе протокола Z-Wave. Эта серия устройств называется V-Troom Cloud. Имеет полную линейку, то есть выключатели, шторами, термостатов и так далее. В отличие от KNX, система на базе протокола Z-Wave подключается непосредственно к стандартной домашней электросети 220 вольт. Подключение достаточно простое. Теперь я покажу вам, как все это происходит, схемы. Но, тем не менее, конечно, подключение должен выполнять квалифицированный электрик, потому что устройство современное, дорогое, многофункциональное, и есть определенные особенности. Но в целом все очень просто. Если говорить о самом протоколе, то в современной линейке V-Troom сейчас используется Z-Wave чип последнего поколения, это 5-е поколение, со всеми его плюсами. То есть поддержка шифрованием, очень много различных параметров конфигурационных, с помощью которых можно задать нужный функционал для работы устройства. Опять же, этот протокол обеспечивает практически стопроцентную совместимость с оборудованием других брендов, которые его поддерживают. Что, в общем-то, позволяет практически, наверное, любую задачу на сегодняшний день, домашней автоматизации, выполнить с использованием этой технологии. Итак, два протокола. Мы поддерживаем KNX, традиционную шумную систему, и передовой, продвинутый, скажем так, беспроводной протокол Z-Wave. Итак, значит, V-Troom представлен в двух форм-факторах, в двух форматах. Это британский стандарт LBS, размер видимой панели 95 на 95 миллиметров, это квадрат. И европейский, так называемый, стандарт, размер панели 126 на 95 миллиметров. Отличаются, в принципе, они только форм-фактором. Кому что больше нравится? Более лаконичный квадрат или прямоголик. Небольшие отличия по набору самих устройств, что вы сейчас увидите в дальнейшем. Соответственно, для британского стандарта одни монтажные коробки, для европейского стандарта другие монтажные коробки. Итак, в британском стандарте есть устройство на одну, две и четыре кнопочки. Примерно так. В европейском линейка чуть шире. Есть на одну, две, три, четыре и так же шесть кнопок. Поэтому, если в плане функциональности, конечно, европейский стандарт более интересный. Но в британском тоже есть свои плюсы. Он более лаконичный, минималистичный и так далее. То есть, кому что нравится. Добавлю, что стоимость, например, однотипных панелей в квадратной прямоугольной версии одинаковы. То есть, чтобы вы не задумывались, что взять одно или второе, что больше нравится, то используйте в вашем проекте. Соответственно, электронные модули также отличаются формой. Вот, как бы для британского стандарта и для европейского стандарта. Они разные. Независимо от количества кнопок, в любом случае, да, это блок один, монтажная коробка одна и панель сверху одна. То есть, все очень удобно, все очень компактно. То есть, например, шестиклавичный выключатель, если мы представим обычный механический, то на стене будет достаточно длинная такая батарея из клавиш. Здесь все лаконично помещается в ту же самую панель размером 126 на 95 мм. Вот просто для примера, как выглядят коробки монтажные для британского стандарта и для европейского. Фактически это родной итальянский трехмодульный стандарт. кто имел опыт общения с итальянской электрикой, типа Чино, Риммера, Гелис и так далее. То есть, это для них стандартные монтажные коробки. В верхней части рисунка это для твердых стен, в нижней для полых стен. С картона и различных отделочных панелей отличаются они креплением. Для полых стен специальное крепление присутствует, за которое коробки держатся. Немножко скажу о вариантах подключения и, собственно, типах самих устройств, которые используются в одной или другой серии. Так, в британском стандарте, как мы уже поняли, есть варианты на 1, 2 и 4 клавиши. На борту этих устройств в качестве силовых актуаторов стоят реле, 5-амперный реле. Для одноканального устройства используется одно реле, один канал управления, выход, одно реле на 5 ампер. Для двухканального устройства два канала управления и два реле и два силовых выхода. А для четырех кнопочного устройства у него четыре канала управления, но только два силовых выхода. Соответственно, остальные два используются для управления внешними устройствами, как раз посредством протокола Z-Wave. Итак, у этих устройств на 1, 2 и 4 кнопки сухие контакты. Вот кто-то здесь спрашивает, что сухие контакты, кстати, как раз. Соответственно, в одноканальном устройстве одно реле, в двухканальном два, в четырехканальном тоже два реле. Два остальные выхода используют как сателлиты для управления внешними устройствами. Значит, линейка устройств европейского стандарта чуть шире. Значит, если мы рассмотрим устройство на 1, 2 и 3 кнопки, то, как и выше описанной моей серии, там тоже есть во рту реле, то есть сухие контакты на выходе. Для одноканального устройства один канал управления, одно реле, для двухканального два реле, два канала управления, для трехканального три реле, три канала управления. А вот для четырех и шести кнопочных устройств схема подключения немножко отличается. И потому что у них нет реле с сухими контактами, а на выходе сразу мы имеем фазовый силовой контакт. Фактически внутри твердотированный реле. Поэтому схема подключения немножко отличается. Но, тем не менее, у четырехкнопочного устройства четыре канала и четыре силовых выхода. У шестиканального устройства, шесть каналов управления, соответственно, шесть силовых выходов. То есть мы к нему можем подключить шесть различных групп нагрузок. Шесть групп света, шесть разных сцен и так далее. И в шестикнопочной версии есть устройство, которое называется сателлит. Оно не имеет вообще силовых выходов. То есть только шесть каналов управления. Для управления внешним устройством. Платтерами, диммерами или такими же выключателями. Например, для организации проходной схемы. Отдельным типом устройств хочу выделить термостаты. Они присутствуют и в квадратной, и прямоугольной версии. Термостат имеет цифробуквенный дисплей. То есть изображает текущую температуру. Очень удобный выбор. Ему можно изменить буквально там несколькими касаниями сенсора. Там есть плюс-минус, как видите на картинке. Да, уменьшение температуры. Соответственно, у него есть датчик приближения, как в принципе у всех устройств. То есть он может спать, когда вы подносите палец, он просыпается, показывает вам температуру текущей, и дальше там воспринимает ваши команды. Это Z-Wave термостат полноценный, совместим практически со всеми типами современных контроллеров. Изначально он заточен под управление фан-койлом. То есть его функционал такой. Он может управлять фан-койлом, трехскоростным вентилятором и двумя клапанами нагрев-охлаждения. Значит, на борту есть одно реле для непосредственного уровня нагрузки. То есть если это просто, скажем, открыть закрыт клапан или включить, выключить что-то, то можно непосредственно подключить небольшую нагрузку. Или же, соответственно, есть внешний блок управления, который привязывается по затверд-протоколу и позволяет вышеописанным функционалам управлять полноценным фан-койлом. Ну, или какими-то другими задачами, под которые вы это сделаете. Значит, в качестве исполнительных устройств, в дополнение к тому, что на борту самих выключателей есть силовые выходы, они могут непосредственно управлять нагрузкой. У VITRUM еще есть линейка модулей щитового оборудования для установки на один рейку. Они все занимают, имеют размер 4 стандартных модуля один рейчных. По функционалу, значит, это двухканальный диммер, то есть два независимых канала, которые можно управлять и, соответственно, два силовых выхода. Имеет большой выбор по настройкам, по пилотированию нагрузки, то есть это по фронту, по срезу управления, специально адаптированный протокол для LED-драйверов и так далее. Также функция быстрого включения, быстрого старта. Мощность 200 Вт на канал и на нем имеются кнопки для тестирования, то есть с него можно непосредственно включить регулирующие нагрузки. На этапе настройки это достаточно полезная функция. Также есть модуль с четырьмя релейными выходами на борту, просто в кулокол. Соответственно, 4 канала управления, 4 силовых выхода. Такие же кнопки настройки, индикации. Есть блок для управления моторами для штор-жалюзи. Один блок рассчитан на два независимых мотора, то есть два канала шторного управления. И есть модуль для управления панкойлом. Он специально разработан для работы в тандеме с термостатом битумовским. У него 5 выходов, фактически 5 релейных выходов для управления клапаном нагрева, клапаном охлаждения и тремя скоростями мотора. Я немножко говорю быстро, то есть даю вам общую картину, чтобы вы просто понимали, какие возможности имеет твитрум. Естественно, что невозможно в рамках небольшого вебинара охватить все функционалы и вообще все варианты и виды. Моя задача дать вам общее представление, чтобы вы понимали, где и как это можно использовать и, опять же, что можно в дальнейшем спрашивать у нас или наших коллег. Немножко буквально расскажу о параметрах. Любой выключатель вебинтером имеет целый список конфигурационных параметров, с помощью которых можно изменить его функционал, облик и так далее. Это стандартные дзвит-параметры, задаются они через контроллер, что они позволяют делать вообще, какие есть настройки вебинара. Во-первых, можно непосредственно изменить режим работы любой кнопки. Какие есть режимы работы у кнопки? Это как обычный выключатель. Нажимаем, кнопка включилась, свет, допустим, включился. Нажимаем в следующий раз, кнопка выключилась. Можно перевести в режим звонковой кнопки. То есть, пока мы палец держим на сенсоре, свет горит. Убираем, перестал. Можно управлять внешним диммером. Можно перевести кнопку, и она будет при длительном нажатии подавать сигналы диммирования на внешний диммер. Можно организовать управление шторами. Тоже есть разные варианты. По одной кнопке, по принципу гаражных ворот, нажал, открылась, нажал, закрылась. Или две кнопки, работающие в тандеме. Что, на мой взгляд, удобнее. То есть, две кнопки работают спарено, если нажат одна кнопка, а вторую мы не можем нажать. Сначала происходит выключение, только потом нажать, дабы избежать полонки мотора. А также кнопка может вызывать сцену, причем она может вызывать сцену на включение, при ее, как бы, включении сцен на выключение, как для бестабильного выключения, так и для моностабильного выключения. Вот для примера просто, какие есть параметры для создания режима работы, вы можете видеть. По умолчанию каждый выключатель настроен на работу, как бестабильный выключатель. То есть, нажали, кнопка включилась, нажали, кнопка отключилась. То есть, когда мы его из коробки достаем, он настроен вот так. Но его можно перепрограммировать посредством изменения спеопарентов. Так режим работы можно выбрать для любой кнопки любого устройства. Дальше можем поменять цвет подсветки для разных режимов работы. Значит, основные статусы выключателя основного режима работы это выключен, включен, и если он управляет диммером, то есть еще промежуточное положение называется эко-режим, то есть, когда он между нулем и 100% мощности. Для каждого из этих режимов можно назначить свой цвет подсветки. То есть, когда мы подходим к выключателю Витрум, мы всегда видим, какой канал активен, то есть включен, какой выключен. Если в режиме диммирования, значит, еще видим, что диммер включен, но не на 100%. По умолчанию для выключенного режима синий цвет, включенного на 100% желтый, и для эко-режима зеленый. Но мы можем это поменять. Есть 6 цветов, которых можно выбрать. 7 даже, простите, 7 цветов, можно выбрать для каждой кнопки, для каждого режима можно выбрать один из 7 цветов. То есть, это можно выбрать для состояния выключен, для состояния включен, и для эко-режима. Также, мы можем для любой кнопки выключателя назначить один из имеющихся на нем силовых выходов. То есть, по умолчанию к кнопке номер 1 привязан первый выход, кнопки номер 6 и шестой выход, и так далее. Но мы можем их переназначить. То есть, поменяя параметры, мы можем сделать так, что первую кнопку управил третьим выходом, например, четвертая кнопка управила вторым выходом, и так далее. Это бывает удобно, если, скажем, устройство смонтировано, но, например, пользователю неудобно. Неудобен порядок включения групп света. То есть, ему, по его логике, удобнее было бы наоборот. Сначала общий свет, потом дополнительный, или наоборот. Не снимая устройство, не переключая физические провода, мы это все можем сделать, так как ему нравится, так ему захочется. И также можем отключить вообще. если выключатель не должен включать, например, физические, мы можем отключить просто силовой выход. Дальше, если мы управляем шторой, то можем задать время работы этого мотора. Тоже удобно, потому что сейчас у всех электромоторов есть свои концевые выключатели, но, чтобы мотор не находился лишнее время под напряжением с выключателем, мы можем ограничить время включения. Прямо по факту посчитать, сколько нужно времени для закрытия, для открытия шторы, и это время выставить, но с небольшим запасом. И также мы можем задать, как будет выключатель реагировать на команды включить все или выключить все. Может на них реагировать, может не реагировать, может избирательно реагировать. Все это тоже можно задать через конфигурационные параметры. Да, еще на сегодняшний день современные устройства Витрум можно отключить звуковой сигнал, потому что по умолчанию он включен. То есть при нажатии, при касании сенсора, кроме световой индикации, у Витрум еще звуковая индикация. Если это не нужно, если это не нравится, раздражает и так далее, у современных устройств Витрум это можно отключить. Будет тихо включаться. Реле будет щелкать по-любому, если он есть на борту, но звуковой сигнал, такой пик подтверждения, можно отключить. И также в последнем поколении в этом устройстве есть так называемый датчик приближения. То есть, когда выключатель находится в спящем режиме, и мы подносим пальчик с тубы на тронс до сенсора, он оживает и подсвечивает нам все клавиши. Тоже эта функция может быть включена или выключена. Теперь перейдем к эстетической части. Наиболее такой приятный то, что в общем-то делает Витрум именно таким привлекательным, таким интересным и таким дизайнерским продуктом, так эстетическая часть. Для панели есть четыре коллекции на сегодняшний день. Они выполнены из разных материалов и имеют некие визуальные, тактильные отличия. Начнем с самой простой коллекции. Это ТЭК. что представляет собой коллекция ТЭК. Это стекло, стекло, настоящее стекло, абсолютно гладкое, глянцевая поверхность, гладкая, аккуратные края, оно имеет возможность подсветки, и два цвета, белый или черный. Это самая, скажем так, бюджетная серия, потому что стекло простое, без каких-либо видоизменений, как есть. следующая серия основная или флагманской серии Витрум, которая дает наибольшие возможности и по персонализации, и является более интересной. это коллекция глаз. Здесь используется тоже стекло, но непростое. В отличие от коллекции ТЭК, здесь используется так называемое скульптурное стекло. Если мы посмотрим на него сбоку, то видим, что каждый сенсор, каждая область сенсора как бы выточена скульптором в толще стекла. Причем само стекло остается цельным, но под каждый сенсор сделано небольшое углубление. Это создает некое тактильное восприятие. Это удобно в плане того, что палец четко ложится на область сенсора. Создается впечатление, что все сделали правильно. То есть палец попал куда нужно, все сработало, все хорошо. И конечно визуальный эффект очень интересный. За счет того, что стекло подвергается дополнительной обработке, но следственно эта и здесь стоимость стекла уже зависит от количества кнопочек. Чем больше кнопочек, тем дороже стоит панелька за счет того, что вокруг ее сделано больше работы. Здесь стандартная палитра гораздо шире. В настоящий момент в базовую цветовую палитру входят белый, черный и песочные цвета в матовой отделке. какое-то время назад в базовые цвета входили панели с глянцевой отделкой, то есть стекло как есть гладкое. Сейчас в базе находится именно матовая отделка. Она более зарекомендовала себя, более практичная в плане использования. То есть как бы красиво не выглядят глянцевые панели, но остаются следы то есть требуют дополнительного хода постоянного, чтобы они выглядели эффектно. А матовая поверхность избавляет от этих внимания. При этом она выглядит достаточно эффектно, но гораздо практичнее. Поэтому сейчас в базовом варианте белый, черный, песочный в матовом исполнении. Плюс коллекция глаз дает очень широкие возможности по персонализации. Мы можем сделать стекло в принципе по любому цвету рал. Да, это будет стоить дороже, будет наценка за изготовление, но можно сделать любой рал. И более того, можно даже сделать по собственному эскизу текстуру или фактуру. Такие возможности есть. Следующая очень интересная коллекция это стон. Здесь используется натуральный мрамор и натуральный камень. толщина обработанного камня или мрамора 4,5 миллиметра. Очень тонкая. Здесь нет подсветки, потому что используется именно каменная или мраморная пластина. Здесь сделана лазерная гравировка, чтобы было понятно, куда прикладывать пальчики, где находится сенсор. в коллекции три вида мрамора и три вида камня. Мрамор очень красивый, картинка не настолько передает, но можете видеть зеленый гватемальский и яркий коричневый гибелинский мрамор. они имеют полированную гладкую поверхность. Камень имеет свою фактуру. Он на ощупь шероховатый, он очень интересно имеет текстуру природную. И одна из фишек этой коллекции то, что две панели одинаковые никогда не будут похожи друг на друга. За счет того, что это природный материал, каждый кусочек отличается друг от друга. разная текстура, разная фактура. Видеть, конечно, она очень великолепна. Да, вряд ли целиком объект кто-то сделает камни или мрамори, но подчеркнуть какие-то отдельные места, отдельные элементы, которые по дизайну подходят, очень даже здорово. И завершает нашу коллекцию. относительно новая коллекция сенс. Сенс как от слова чувственный, чувствительный. Здесь немножко другая концепция. Панель выглядит очень минималистично и она выпуклая, рельефная. Если в коллекции глаз сделаны углубления, лунки такие, под область сенсора, здесь область сенсора имеет выпуклую фактуру. Напоминает природные холмы, изгибы, извилины, то есть очень красиво выглядит. И за счет, когда падает свет, тени подчеркивают неровность, рельеф поверхности. Выглядит, конечно, очень здорово. Плюс, материал полупрозрачный, и поэтому подсветка присутствует. Ее не очень хорошо видно при ярком дневном свете, но в вечернее ночное время область сенсора четко хорошо подсвечена. Тоже, в общем-то, удобно. Во всех коллекциях, которые я назвал, есть панели и в британском стандарте, и в европейском стандарте. Смотря на то, что на картинке есть только несколько для примера. Так. на коллекции. Ну и буквально два слова еще скажу, чтобы просто вы знали и не забывали, что у линейки Витрум есть, кроме выключателей и других умных устройств, есть еще простые устройства, такие как розетки. Для того, чтобы сделать все в одном стиле, соответственно, Витрум предлагает свои розетки, в том числе. Значит, два типа розетки есть у Витрума. вот сейчас хочу пару слов сказать о непосредственном разработке самой компании. Это скрытая розетка, слайдер. У нее сдвижная крышечка, можно открыть крышку, отодвинуть крышку, включить вилку и закрыть крышку. При этом прибор остается включенным, но розетки видно не будет, провод свободно выходит. формат этой розетки только один, это трехмодульный, то есть под трехмодульную коробку. Размер ее видимой части самой крышки, когда она закрыта, такой же, как размер любого выключателя из европейской серии. Когда они стоят рядом, очень гармонично смотрятся. Варианты по розеточным вставкам широкие. Это обычная 220 и двойная 220, и компьютер, ТВ, в общем, человек любит. По цвету самих корпусов предлагаем три, белый, серый и темно-темно-серый. Соответственно, сама крышечка, сама сдвижная панелька, она доступна в любых коллекциях, в которых я сказал лучше. Это может быть и камень-мрамор, это может быть стекло, соответственно, в том цвете, в котором у вас остальные выключатели. И также более традиционная розеточная серия. Она представлена рамками, которые, соответственно, тоже могут быть в разных коллекциях, и, собственно, розеточными вставками. По розеточным вставкам есть три цвета, белый, серый и темно-темно-темно-темно серый цвет. По самим рамкам есть рамки на два, три и на четыре модуля. Что такое модуль? Хочу отдельно просто сказать. Это итальянская такая тема тоже. То есть модуль это, как видите на картинке, это узкоформатная розетка. То есть фактически это половинка нашей обычной евро-розетки, к которой мы привыкли. У них модульная система, за счет этого можно очень удобно набирать розеточки. Вот например модульная розетка, как на картинке представлена, с одной евро-разъемом и USB подзарядку. Очень удобно, занимает мало места и по формату такой же, как выключатель. Розеточная серия небольшая, но опять же по нашей концепции розетка не является особенным украшением. поэтому в тех местах, где видимых местах, скажем так, где без них не обойтись, мы рекомендуем использовать наши розетки, потому что они гармонично сочетаются с нашими выключателями. вот. Ну, как бы, вот, то, что хотел сказать, то, что хотел рассказать, наверное, пока все. Сейчас перейдем к следующему этапу, ответим на вопросы, которые появились. Вот, соответственно, хочу сказать, что твитру на рынке и на российском рынке достаточно давно и на сегодняшний день почти две с половиной тысячи объектов всему миру сделаны на этом рынке. А итальянское качество говорит само себя и, естественно, внешний визу. Вот. Так на этом презентация, наверное, все. Пожалуйста. Готов. Алексей, спасибо большое за столь подробную презентацию. Перейдем сейчас к серии вопросов. Мы собрали вопросы от слушателей, а также немножко зададим свои вопросы. Но хотелось бы начать немножко с истории. Витрум это компания, которая в свое время приобрела группу ThinkSimple и хотелось бы понять, какое место Витрум занимает в этой группе потому как некоторое время мы долго не видели обновлений и вот внезапно мы увидели на самом деле большое обновление ассортимента и, видимо, за Витрум взялись. Хотелось бы узнать, какие перспективы, как ThinkSimple смотрит на Витрум как на свое детище. Да, Сергей, значит, тогда немножко я чуть-чуть два шага назад сделаю из истории. То есть, изначально откуда вообще Витрум появился? Есть итальянская компания VIDEI называется. То есть, она изначально занималась автоматизацией отелей, зданий, крупных объектов, причем высокого премиального уровня. То есть, если это отели, то от 5 звезд. И серия Витрум, как в латыни стекло, самая первая коллекция, самая первая серия, которая появилась. Вот. То есть, они явились, скажем так, основателями этой торговой марки. В дальнейшем, да, автоматизация базировалась на базе Modbus протокола, потому что на тот момент только он подходил для серьезной автоматизации таких, ну, как бы, крупных объектов. У него все сертификаты, все допуски и так далее, и так далее. С развитием науки и техники и, скажем так, со временем автоматизация стала более доступна и для дома, да, и, как бы, компания переориентировалась и выпустила отдельную линейку вот на базе только, скажем так, появившегося, да, протокола ZWF. Именно сделала линейку, рассчитанную именно на автоматизацию частных домов, частных квартир, то есть на частные интерьеры. Они принесли туда дизайнерские решения свои, но, как бы, сделали отдельную линейку функциональной. И компания называлась, как совершенно правильно сказалось, Sync. Думаю, проще. И буквально два года назад соответственно, эта компания еще претерпела одну реорганизацию, теперь компания называется VTRUM Design. Они полностью разделились по, скажем так, по типу клиентов в селе бизнеса. То есть компания людей осталась только заниматься автоматизацией отелей. А компания VTRUM Design, унаследовав все для автоматизации частных интерьеров, теперь активно занимается развитием в эту сторону. Соответственно, поиском новых решений, инноваций. Соответственно, они полностью обновили линейку. Ты же знаешь, какая линейка была до этого и какая стала сейчас. сейчас. То есть они, я считаю, адаптировали ее полностью для... Ну, то есть теперь нет никаких препятствий для того, чтобы ее просто брать и продвигать дальше. Там есть все. Там осталось то, что делало VTRUM, VTRUM, это дизайн и всякие решения. И плюс, как бы, они сделали продукт еще и более интересным для инсталляторов. скажем так, поставив новый ZDF-чип, добавив возможностей, добавив комплекционные параметры. То есть сейчас VTRUM является вообще, на мой взгляд, уникальным таким продуктом, сочетающим в себе как бы технологию с одной стороны и в то же время дизайн и удобство использования. Вот, наверное, так. Да, мы за последний как раз год увидели радикальное обновление линейки VTRUM. Все модули теперь на чипах пятого поколения используют шифрование, все последние новшества. И глядя вперед, хочется сразу узнать, есть ли какие-то у VTRUM планы по выпуску более новых устройств, так как недавно вышли чипы седьмого поколения. Сколько примерно по-вашему этого ждать и есть ли вообще какая-то необходимость, чего-то не хватает ли в текущей линейке, на ваш взгляд, чтобы идти в ногу со временем. Сейчас в ZedWave есть SmartStart, Security есть два шифрования и всякие другие новшества. Вот, что из этого было бы интересно увидеть в VTRUM, и что из этого мы увидим в ближайшее время. И также какие-то планы, может быть, новых устройств, которые сейчас отсутствуют у VTRUM, но есть в планах и планами этими вы готовы поделиться. Да, начну, если можно, тогда с конца. Планов устройств и планов. Самое главное, что мы сейчас ожидаем, это контроллер. Он уже как бы есть, он уже сделан, сейчас окончательно там проходит тестирование. Как только мы его получим, я думаю, что мы обязательно сделаем, расскажем вам о нем, дадим образец и, соответственно, может быть, реорганизовать отдельное по нему мероприятие. Вот, конечно, мы его очень ждем, но он будет достаточно интересным, функциональным, насколько я понимаю, и буквально должно, ну, там, не знаю, в течение, может быть, месяца мы должны его получить. Вот, это то, что завтра. Теперь о более глобальных планах. Здесь, как бы, сложно говорить, это, наверное, мы бы хотели больше всего от вас услышать, то есть, что не хватает на сегодняшний день Витрумэн, тогда мы можем как-то, может быть, скорректировать планы производителей, да, потому что на сегодняшний день линейка, на наш взгляд, достаточно полная в принципе. Конечно, технологии не стоят на месте, все меняется чуть ли не каждый день, за всем не успеть, поэтому давайте вместе подумаем, что можно было бы, да, собрать еще и попробуем это реализовать. Что мне очень нравится сейчас в производителе в нашем, это то, что они умеют слушать. Они умеют слушать, они задают вопросы, они интересуются, вот как раз тем, о чем ты говоришь, да, что можно сделать, как лучше сделать, как подходит, не подходит, то есть они поменялись очень сильно и кардинально. Раньше это было сложно, потому что была большая структура с кучей офисов с большой иерархией. немножко проще, потому что сейчас меньше ненужных, скажем так, да, звеньей, все напрямую и все очень удобно работать стало. И я надеюсь, что вы тоже это ощутите, если еще не ощутили, то буквально в ближайшее время. Поэтому ждем больше, наверное, от вас. вы для нас как бы являетесь основоположниками, да, ZV вообще здесь как бы в России, поэтому что не хватает и что можно изменить или улучшить или добавить, конечно, будем ориентироваться на ваше мнение. Что касается умения слушать, если появляются какие-то интересные потребности, которые на ваш взгляд имеют смысл реализовать, вероятно, что VITRUM могут добавить такие функции в новые версии устройств и в том числе выпустить прошивку и вообще обновляются прошивки в устройствах VITRUM. Да, вот эти устройства поддерживают, причем апдейт по воздуху в том числе. Прекрасно. Расскажите нам подробнее, пожалуйста, про контроллер, который, насколько я помню, называется UFO. Во-первых, будет ли он поддерживать сторонние устройства или это будет контроллер, который предназначен только для устройств VITRUM и какие функции по автоматизации и какие возможности визуализации, то есть мобильные приложения, какие-то интеграции у него будут, есть ли какие-то предварительные данные? Ну, очень предварительные. Опять же, я отдаю отчет о том, что то, что было заявлено и то, что будет, может немножко отличаться, но тем не менее, изначально, конечно, он будет поддерживать все VITRUM устройства с хорошей визуализацией и так далее, скрывая все их возможности, причем в достаточно очень простом, как я видел на интерфейсе для настройки и для управления будет приложения, конечно же. По поводу поддержки сторонних устройств, наверное, какие-то устройства будут поддерживаться изначально, плюс к этому они анонсируют очень хорошую поддержку. То есть, если нужно какое-то устройство, а его нету или он идет, то, да, можно будет им написать и отправить, и это будет сделано. там будет встроенный чат-бот, то есть, какие-то вопросы и какие-то вещи можно будет прямо непосредственно с предложения задавать. Там будет, естественно, в какой-то мере устный интеллект, там будет голосовой помощник, не знаю, какой, но... Будут ли поддержки русскоязычных помощников голосовых Яндекс, Алиса? Вот это я пока не знаю, честно говорю. Alexa точно будет там, по поводу русскоязычных не знаю, но это, возможно, тема для дальнейшего. Спасибо. Есть также интересное устройство, которое, про которое нам пока мало что известно, это Vitrum Sound, а также есть еще Vitrum Master Remote. Насколько эти устройства являются эти устройства из новой линейки или это пережитки прошлых линеек и появятся ли они когда-нибудь у нас и вообще зачем они нужны. Я даже не знаю, где вы их нашли. Смотрите, Vitrum Sound это, ну, да, было одно время в линейке устройств. это абсолютно неумное устройство, это просто источники звука, да, это и колонки, которые можно было, динамики фактически, да, которые можно было расположить на какой-то поверхности, они превращали эту поверхность в общем-то большой источник акустического сигнала. То есть, например, там, за встроенным потолком или с картоном или стеной можно было поместить и как бы создавался эффект звука ниоткуда уже не звук. Но это не Vitrum производство, это компания партнер производила, просто был такой опыт по внедрению совместно с акустическим акустическим вот, но сейчас как бы этого в линейке устройств нету. Каппода второго тут может быть немножко неправильный термин, это скорее всего или пульт Это про пульт управления. Да, про пульт. Ну, пульт я считаю свое уже давно отжил. Вот. Раньше устройство Vitrum вообще-то пульт был для чего нужен? Для того, чтобы добавить в сеть, удалить из сети и связать одно устройство с другим. На этом как бы функции заканчивались, поэтому пульт был достаточно удобен. То есть можно было там не покупать контроллеры, ничего, то есть это же. То есть пульт должен был на случай, если контроллера нету. Да, его можно использовать. Есть ли в новой линейке какое-то устройство, которое работает на батарейках и при этом имеет Vitrum-овский дизайн? Раньше такое устройство было, и есть ли планы его вернуть линейку? Насколько я знаю, нет, но как-то не очень себя зарекомендовало, то есть буквально считанные проекты были, где их использовали. все-таки надо понимать, что у Vitrum определенное место есть в автоматизации, то есть далеко не в каждую квартиру подойдет изначально, и Vitrum очень проектная тема. а если проект, то лучше заложить, ну, по крайней мере, стандарт производства 220 вольт, что без проблем повесить полноценное устройство, чем используют устройство батарейки, потому что у него нет ни индикации, она расходовала батарейку, то есть оно становится очень неинтересным, выпадает сильно из всего остального. Национал, ну, так, достаточно спорный, если забыли провод кинуть, но как правило в наших проектах такое очень редко. Расскажите нам, какая пропорция в России, на российском рынке хотя бы, может быть, и на европейском тоже, между KNX-выключателями Vitrum и Z2-выключателями Vitrum? Она немножко меняется все время. Сейчас, наверное, где-то 60 на 40. Кого из них 60? Может быть, даже, наверное, 70 на 30. Ну, давай так сделаем, 75, нет, 65 на 35, наверное. А кого больше? Z2-выбольше. Z2-выбольше? Да, Z2-выбольше. И то, что это 220 вольт. То, что как бы, да, то есть, стандартная проводка, и, в принципе, на нее можно положить эту автоматизацию. Для KNX все-таки нужен отдельный проект изначально, да, то есть, отдельная проводка, площадовое оборудование и так далее, и так далее. Сладка обслуживания, то есть, все это, во-первых, ну, это добавляет и стоимости, и это добавляет и сложности. Конечно, не пугает ли инсталляторов и заказчиков то, что за более гибкое и менее дорогое решение они получают радиотехнологию, которая, ну, если сравнивать с KNX, им всегда выглядит менее надежно, менее стабильно в глазах клиента и тем более инсталлятора. То есть, как инсталляторы, которые привыкли к KNX, реагируют на то, что им предлагается поставить радиосистему? Знаете, Сергей, вот на заре нашей деятельности инсталляторы очень не любили радиотехнологию вообще в принципе. Как только мы заякались о том, что разве протокол на борту, как бы, ну, интереса было очень мало. Сейчас интерес растет. Я не могу сказать, что все инсталляторы как бы готовы делать такие проекты, но количество их, которые интересуются именно этой беспроводной технологией, растет. Причем растет очень сильно по экспоненту. То есть, сейчас, в принципе, люди справят нормально. То есть, ага, беспроводной, да, у него есть свои плюсы, свои минусы, у беспроводной то же самое. И, как правило, иногда даже цена является решающим фактором. То есть, в любом случае, проект на KNX, как бы, да, он, надо понимать, что, ну, опять же, если все-все-все составляющие добавить, и мы берем оборудование одного уровня, да, то, конечно, KNX выходит дороже в качестве проекта. Но здесь в инсталляторах еще же есть работа, которая в KNX-проекте тоже, соответственно, стоит дороже. ее там больше, поэтому, конечно, не каждый решает сам для себя. Здесь дороже оборудование, вроде бы как, сначально, но у них еще есть щит, который тоже процент 30. Расскажите, существует ли такой сценарий установки витрума, при котором клиенту, на самом деле, управление по радио не нужно, ему нужно только локальные выключатели, и в этом случае инсталлятор может просто установить витрум, настроить его при помощи того же контроллера на индикацию правильную, порядок кнопок и так далее, и оставить эту систему просто как красивые выключатели абсолютно без контроллера. Насколько это популярная тема и насколько она интересна клиентам? вот непосредственно в нашем опыте это очень популярная тема. Я в процентном соотношении скажу, но наверное, почти в половине случаев. То есть, в половине случаев инсталляторы берут, приносят свой контроллер, настраивают, выключают левитрум, дальше контроллер уносят, и вся система прекрасно работает полностью локально. изначально заказчики не хотят никаких умных решений, да, то есть, им просто нужно вот классные, красивые, удобные выключатели. Вот, ну и опять же, тут еще есть такой момент, это же протокол же позволяет сделать это в перспективе. То есть, если сейчас заказчику не нужен контроллер и никакое управление смартфоном, ничего ему не нужно, то с этой серии он может это вернуть всегда, потом через год, да, например, когда, скажем, появятся дети, которым это станет интересно, да, или там в принципе человек посмотрит, как это сейчас все происходит, ему станет интересно. Может, это всегда к этому вопросу вернется, большой плюс. Расскажите нам о дизайне. Выключатели серии, ну, панели серии Sense, они ведь только белые или бывают другие цвета? Sense только вот, только белый, да, только белый, только белый. был такой эксперимент, вот один проект сделали черный Sense, просто заказчик очень хотел, но практически не видно подсветки. и как бы в следующий день даже не предлагаем. Есть ли выключатели витрум, вибро, отклик при нажатии или только звуковой? Нет, только звуковой вибро нету. Многих может вести заблуждение, вот релейные выключатели, где релейшки на борту стоят, они щелкают и создается эффект, как будто вибро, но это побочный эффект, то есть это не главное. Но если хочется, используйте там один на два на три кнопки, там релейшки, они будут щелкать. Ясно. Расскажите о кастомизации. Во-первых, сколько добавляет в стоимости кастомизация иконок, то есть если мы берем стандартную панельку и к ней добавляем иконочки для стандартной иконки из вашего перечня, а также есть ли возможность в версиях Tec и Glass сделать кастомный рисунок на все стекло. Значит, по поводу иконок. Иконки, стандартные иконки сейчас это стрелочки для шторм и значок вообще выключения света. Они как бы не добавляют никакой стоимости. Все остальные из каталога иконки стоят 10 евро. За иконку или просто на все что-то? За иконку. То есть просто сколько иконок умножаем на 10 и получаем. А если говорить о всем стекле, сделать какую-то подложку, красивый рисунок или попытаться не просто раловский цвет подобое, а попробовать может быть паттерн с обоев нарисовать. Здесь такая ситуация. Это сделать можно, но сказать стоимость сходу не могу. Здесь надо запрашивать. Опять же все очень сильно зависит от количества. Сделать одну панель, которую сразу лучше не делать. Потому что есть затраты на матрицу, на ее производство, на то, на все, которые лягут просто на нее и она будет космически денег стоить. Если речь о партии, сейчас такие вещи приобретутся в отеле, потому что там 100 штук одного типа. Там это оправданно. В общем, это сделать можно по запросу стоимость. Если просто мы говорим о изменении цвета паралу, то здесь надбавка 38% к стоимости базовой коллекции глаз. понятное, спасибо. У нас также от наших слушателей есть множество технических вопросов и попробуем на них сейчас тоже ответить. В сериях на ну, например, евро серии на 1, 2, 4 кнопки стоят электромеханические реле, а при этом в серии на 6 кнопок стоят триаки. Можно ли эти триаки использовать в качестве диммера? То есть могут ли они работать как диммеры? Если да, то какая мощность? Нет. Нет. Триаки, которые стоят на борту выключатель, они только включают, выключают. И, соответственно, у них мощность меньше, чем у электромеханических реле, которые 5 амбер. Да, 120 ватт на канал. Но, но, это, если мы говорим о современном свете, это основные светодиоды. Сейчас практически чуть ли не в каждом проекте. Светодиоды, светодиодные ленты, светильники на байз светодиодных лент и так далее. Как мы знаем, есть особенности в их подключении, вообще, в их включении, даже обычными выключателями. Пусковые токи, это стартовые, я имею в виду, там, это искры между контактами и так далее. Вот, триаки эти, 120 ватт, они реально выдерживают. То есть, если это диодная груза 120 ватт, он ее беспроблемно коммутирует. Отлично. Есть ли, какие варианты с диммерами есть, кроме динречного у Витрума и есть ли вариант на диммирование 12 или 24 вольт постоянного тока? Или 0,10 вольт постоянного тока? Вот, кстати говоря, по поводу, значит, у Витрума в планах есть динречный модуль с выходом 0,10 вольт. Вот. И, кстати, по любым случаем хотел бы собрать мнение, насколько такой прибор будет интересен в линейке. То есть, по задумке это четырехканальный модуль, соответственно, да, с выходом 0,10 с фаброй на 1 рейку. По срокам не могу пока сказать, но, как бы, вот он был в начале. Ну, наверное, попросим слушателей написать, если у вас есть интерес к устройству 0,10 вольт, напишите нам, напишите Андрею. Мы на динречном исполнении, потому что на сегодняшний день, я знаю, очень много производителей делают в формате микромодулей 0,10 вольт, в общем-то, они, так понимаю, закрывают скрывают свою нишу. Можно ли... По поводу диммеров низковольтных диммеров нету в данный момент сейчас. Правильно я в качестве жалюзи, ведь пару кнопок и пару релейных выходов можно перепрограммировать, чтобы использовать в качестве управления шторами и не использовать шторный модуль, который ставится на один рейку. Да, наши выглядят красные рассчитаны. Шторы могут управлять сейчас и трехкнопочные устройства, двухкнопочные, понятно, трехкнопочные, четырех и шести. Есть... Ну, давайте, наверное, рассмотрим самый такой удобный вариант управления шторами двумя кнопками. То есть, одна кнопка всегда открыть, одна кнопка всегда закрыть. И мы всегда знаем, если надо открыть, мы всегда знаем, на какую кнопку надо нажимать. Значит, в тандеме работают две кнопки и управление шторами ориентировано на фазные моторы. То есть, с выхода выключателя подается фаза сразу. на мотор. Соответственно, подключение там минимум по трем проводам общий фаз открыть, фаз закрыть. Соответственно, две эти кнопки работают в тандеме. Если мы подаем питание на открывание, то, нажав случайно даже кнопку закрывания, мы сначала остановим штору, только потом сможем еще раз ее нажать. Это для защиты мотора от современной подачи двухфаз и над каким-то закрыть. То есть, витрум ориентирован на фазные моторы изначально, как наиболее простые, поскольку автоматизация вся есть, то есть, можно использовать самые простые и дорогие фазные моторы. Но, тем не менее, у модулей на две кнопки, на три кнопки есть реле, можно сухими контактами. 4, у 6, соответственно, только фаза. Прямое подключение шторы. Спасибо. Есть вопрос по подсветке. Можно ли подсветку, менять настройки, чтобы подсветку либо оставлять всегда, хотя бы в приглушенном виде, и также перенастроить модуль, чтобы ее полностью отключать при отсутствии человека, когда датчик не видит человека, чтобы ее вообще не было видно. Да, значит, как работает подсветка изначально. Значит, если все кнопки выключателя выключены, он через какое-то время, несколько секунд, он уходит в такой спящий режим, стендбай режим. То есть, подсветка меркнет. Не выключается полностью, она меркнет. То есть, ночью она не дает дополнительного освещения, но мы всегда видим очерченный контур, что, в общем, для сенсоров, ну, она сделает удобно. Когда мы нажимаем на кнопку включения, то есть, включенные кнопки, они как бы горят постоянно. Подсветку можно отключить. Ну, кроме того, что ее можно поменять цвет, ее можно отключить вообще. То есть, можно сделать, чтобы он не светился. Возможно. Для каждой клавиши причем. А сделать так, чтобы он светился, когда подносишь руку, но при этом не светился? Да, у них есть датчик, так называемый, приближение. Его можно активировать, по умолчанию он отключен, но его через параметр можно включить. Тогда, как бы, вы когда подносите палец к выключателю, он как бы просыпается. а, соответственно, потом опять уходит такой спящий режим. Это тоже надо делать для всех устройств. Спасибо. Давайте перейдем к термостатам. Можно ли использовать Vitrum термостат, панель, для того, чтобы управлять теплым полом? Можно ли к нему подключить сразу же NTC-шный датчик, или у него только внешний комнатный датчик будет работать? У термостата изначально внешний встроенный датчик температуры атмосферный. Подключить датчик теплого пола любой внешний сенсор к нему нельзя. Он больше для управления по температуре атмосферы помещения. И выезд на борту реле, соответственно, можно что-то подключить. Если мы говорим о водяных теплых полах, то, как правило, они являются дополнительным отоплением и как бы они могут тоже управлять по атмосфере. А дендричный модуль для управления климатом может ли он работать без панели термостата и быть автономным термостатом в Z-Wave? Может. У него есть вход для подключения датчика внешнего. А какого? его можно по-моему, NTC. То есть к нему можно подключить NTC-датчик, но при этом установка только в DIN-рейку. Да. Спасибо. Многие спрашивают, где можно найти инструкцию к устройствам VITRUM. Ну, понятно, что инструкции к старым устройствам по запросу всегда доступны. Инструкции к новым устройствам. Есть ли они переведенные на русский язык и где их можно найти? Частично есть. Найти можно у... Прощайте ты своим дилерам. Мы надеемся, на самом деле, что мы в течение пары недель выложим все эти инструкции к нам на сайт, чтобы они у нас были. Я тоже надеюсь, что, ну, по крайней мере, до конца месяца я думаю, что было бы, У вас соответственно, у вас могут быть. Отлично. В этих инструкциях или, может быть, есть отдельно какая-нибудь инструкция по монтажу, есть ли габаритные размеры подрозетников и правильно ли я понимаю, хотел бы сакцентировать на этом внимание, что прямоугольный евроформат VITRUM подходит для при установке в двойной подрозетник обычный наш классический? Нет, смотрите, чтобы не путаться, значит, наши классические подрозетники, ну, это как по правильному назвать немецкого стандарта, то есть, круглые коробки, они не коррелируют с выключателем VITRUM никак, выключать VITRUM свои коробки, для квадратной серии это британский стандарт, это отдельная коробка британского стандарта, для прямоугольной серии итальянский трехмодульный стандарт, все, вот так лучше запомнить, чтобы, то есть, две круглые коробки там рядом или как-то еще, это другой формат совсем. Изначально итальянский трехмодульный стандарт, я имею в виду под прямоугольную EU-серию. Подрозетники в ассортименте у вас тоже есть? Подрозетники всегда есть, да, более того, это все-таки не дефицитная вещь, да, ее может быть не будет в любом строительном супермаркете, в отличие от круглых коробок, но в любом месте, где продают итальянскую электрику, в том числе, они, как правило, всегда есть в наличии, ну, плюс, они всегда есть в наличии электрику. То есть, это не подвитрум специальной коробки, да, это именно общепринятие, ну, просто итальянский стандарт, скажем так, у них это вообще одна коробка. Хорошо, спасибо. По настройке... В инструкции габаритных размеров самой коробки нет, там просто есть отсылка на то, какой тип коробки, да, но если есть такая необходимость, я думаю, мы можем что-нибудь сделать. Информационный листок, скажем. Ну, наверняка нашим слушателям это будет полезно. вот еще вопрос, почти в реальном времени, есть ли какие-то рекомендации по тому, на какой высоте лучше ставить выключатели витрум с точки зрения эргономики, опыта установки дизайнерских устройств? Ну, вот смотрите, друзья, на самом деле очень интересная тема, нас периодически спрашивают, как бы, да, тоже вот в плане рекомендаций. Что я хочу сказать, вот изначально вот этот формат, он, скажем так, общепринятый, да, 90 сантиметров от пола, он придуман для клавишных выключателей. Это на расстоянии, ну, как бы, скажем так, вытянуть опущенной руки, да, то есть вот мы идем, руку не поднимаем, нажали клавишу, пошли дальше. Можно ставить витрум на такой, в принципе, высоте, нормально. Но если есть возможность выбора, я бы как сделал, я бы предложил заказчику два варианта. Вот такой и, скажем, на высоте, ну, примерно полтора метра. То есть на расстоянии, как бы, ну, вот, поднятые руки, да, то есть, когда проходишь мимо, видишь шиперпанель с выключателем, поднимаешь пальцем, четко нажимаешь, как бы, мне кажется, это более интересно. Но в любом случае лучше идти, наверное, от того, как удобно заказчику. Но предложить этот вариант стоит, если у вас сегодня сделана разводка на высоте 97 метров от пола. Я бы рекомендовал именно подумать, может быть, все-таки сделать повыше. На мой взгляд, повыше удобнее. Именно потому, что сенсор, именно потому, что панель, как бы, но, но, большинство проектов, на самом деле, ставится по умолчанию, да, то есть на высоте там 90 метров от пола и нормально. Бывают ли комбинации модулей управления плюс розетка? То есть мы видели комбинацию розетка в двух вариантах, а вот именно в сочетании с... Единого на стекле, скажем так, нет. По кастомизации кнопок расскажите нам, какие есть возможности по индивидуальной настройке кнопок в пределах одного устройства. То есть помимо того, что связать их с различными реле, которые встроены в данное устройство, как мы еще можем настроить управление сторонними устройствами непосредственно прямыми ассоциациями? Да. Речь про сцены, прямое включение-выключение. Можно ли диммировать с этих кнопок другие диммеры, например, диммер Фибара или диммер Хилио? Да, конечно, можно. В общем-то, тут ничего такого нового я не скажу. Прямые ассоциации, естественно, работают. Более того, это очень, на мой взгляд, хороший механизм, потому что он будет работать всегда. Присутствует контроль или все, не присутствует. Моя ассоциация есть, на работе. Естественно, все эти москористы поддерживают. Управлять можно в любой кнопке, в зависимости от выбранного для нее режима работы. Можно либо ассоциативно включать и выключать актуаторы, да, можно управлять диммером, то есть она умеет выдавать сигнал на диммирование внешними диммерами после протокола, поэтому, соответственно, Фибара, Кубина там есть на рынке, да, всем можно управлять. Она может запускать сцены, она может отсылать номер сцены в контроллер. Причем, какую сцену отсылать, по какой кнопке, тоже можно сдать параметрически. Можно ли назад отправлять с контроллера цвет, подсветки той или иной кнопки, чтобы в случае управления через контроллер давать пользователю обратную связь по состоянию устройства? То есть, можно ли, тогда я сейчас еще раз не совсем понял, цвет подсветки меняется через параметр, она задается. То есть, не, именно текущее состояние, не просто цвет, а текущее состояние. А, подсветка связана с состоянием текущим, то есть мы можем изменить состояние выключателя, можем его дистанционно включить или выключить, да, соответственно, этим меняется подсветка. Даже если оно не привязано непосредственно к какому-то реле, то есть некий виртуальный Она может быть отдельно, совершенно верно, ее можно отключить от реле, а кнопка будет вообще независима. Более того, там есть такой режим только световой индикации. Его ставишь, и он как бы просто вот, если это надо для чего-то там. Прекрасно. Вот еще вопрос. Есть ли какие-то требования, рекомендации по уходу за панелями, учитывая, что панели дорогие, и это стекло, на котором могут быть видны разводы. Во-первых, видны ли на стеклах отпечатки пальцев, во-вторых, есть ли какие-то специальные средства для того, чтобы их протирать. И в том числе вот сенс, который и мрамор, которые чувствительны к химии могут быть. Да, значит, смотрите, здесь идем от материала изначально. То есть, если материал стекло, это коллектритек или глаз, то внешняя поверхность стекла, она, пожалуйста, ее можно протирать любыми средствами, которыми вы обрабатываете полностью стекло. То есть, это идеальный вариант, на мой взгляд, микрофибра, просто даже можно, даже водой, она очень хорошо отмывает. Если проблем нет, любые средства по уходу за стеклом тоже пойдут. Потому что все гравировки, все рисунки и так далее, и так далее, это все сделано с обратной стороны. Напечатано с обратной стороны. Сверху перед нами только стекло. Поэтому в этом плане очень удобно. В качестве камня мрамора, ну, тоже, мне кажется, идеальный вариант, просто влажная. Опять же, это натуральный материал, поэтому, конечно, химии очень надо. Все достаточно хорошо по поводу видно-не видно следов. Ну, конечно, видно со временем. Причем, наиболее подвержены этими именно черные глянцевые стекла. Когда они чистые, они, конечно, выглядят сногсшибательными. Но за ним, конечно, надо ухаживать. Вот именно поэтому мы сейчас ввели в стандартную базу именно матовую отделку. Потому что она выглядит бархатная поверхность, очень красиво, очень эстетично, строго, но при этом вот она как раз позволяет избежать вот этого неприятного момента вполне отпечатка. На стекле, конечно, остаются отпечатки со временем, но в любом случае наиболее видно на черном, но на белом практически незаметно. Но, тем не менее, в уходе в любом случае очень просто. Протерли, все. никаких проблем. Спасибо. Нас возвращают к вопросу теплых полов и дизайнерских панелей Vitrum. Есть ли какое-то может быть решение с использованием стороннего оборудования, чтобы сделать управление, например, встроенный модуль для управления теплым полом и при этом Vitrumская панель, которая будет исключительно для управления этим встроенным теплым полом? То есть, например, берем теплый пол от Кубина либо Дефара и управляем им через прямые ассоциации. Возможно ли такой сценарий, будет ли это работать, проверяли ли такие сценарии? Здесь, наверное, если я правильно понимаю, смысл передать термостат витрум температуру с внешнего датчика? Или наоборот передать с термостата витрум, с панели уставку на встроенный Это его основная функция, передать температуру. То есть, он может по прямой ассоциации передать именно уставку? Может передать уставку, может включить что-то в прямой ассоциации, может... Да, но для наших слушателей в любом случае данный вопрос мы можем просто проверить, когда доберемся до офиса, и по запросу по-вашему ответить уже индивидуально. Это тоже так кажется лучше, опять же, все будет зависеть от конкретных особенностей проекта, что требуется, да, то есть просто давайте уже конкретно вам скажут, что нужно, мы с вами вместе придумаем, что можно сделать. Так, ну у нас на этом мне кажется основные вопросы кончились, есть уже частные, даже скорее не столько вопросов, сколько комментариев у коллег по поводу того, что 5 ампер недостаточно мощно для светодиодных лент и прочее, но здесь наверное наш ответ будет ставьте пускатели, если вы понимаете, что у вас мощность слишком большая у светодиодной ленты. По хорошему надо весь проект изначально смотреть, какое освещение там, потому что ну да, 5 ампер леет, конечно, может быть и мало для чего-то, но здесь опять же понимать надо, что даже обычные клавиши подгорают, я видел леет, надо смотреть, надо делать проект и если есть мощные нагрузки, соответственно, дорогие выпускатели, они сейчас есть такие миниатюры, мы с полными миниатюры, они дополнительные группы убивают, можно поставить на место. Так, на этом, мне кажется, по вопросам мы закончили, если от слушателей там в ближайшую минуту вопросов новых не поступит, то всех благодарим и тогда все остальные вопросы мы готовы ответить уже индивидуально по почте либо по телефонному звонку, опять же, можно обращаться или к Алексею или к нам. Алексей, тут вопрос, вот еще один в догонку по KNX, по линейке KNX, ну, мы эксперты по ZedWave, по ZedWave мы про все расскажем, по KNX, к кому обращаться, если необходимо линейка Vitrum на KNX? Так, можете обращаться к нам, к нам, к нам, к вам непосредственно, да, пожалуйста, есть какие-то вопросы есть там, всегда рады ответить. все, спасибо большое, надеемся, данный формат на удаленке был вам интересен и полезен, мы будем продолжать, и в следующем выпуске у нас будут другие производители ZedWave, которые также расскажут о своих новинках, своих особенностях их устройств, готовьте ваши вопросы, Алексей, ваши контакты в презентации, наверное, есть, в презентации обратите внимание, когда вы зайдете на страницу на webinar.ru после окончания данного вебинара, вы увидите все материалы, и они будут доступны для скачивания. И, правильно я помню, контакты там есть, да, на последней странице? Я, честно говоря, даже не помню, есть там контакты или нет, но проблем нет, контакты можно запросить. Давайте долистаем. Скорее всего, нет, да. Но у нас очень легко найти. Да, в любом случае, обращайтесь через нас, пишите Андрею, либо Павлов, собака ZedWave.me, либо инфо собака ZedWave.me, только Андрюх там ошибка в ZedWave.me. Вот, да, пишите нам по любым вопросам, мы свяжем вас и поможем найти друг друга. Всем спасибо, благодарим, Алексей. Спасибо вам большое. Спасибо, Василий. Вот, очень приятно всегда сотрудничать с нами. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok